Этот узор хорош всем, даже сам процесс вязания завораживает, а всего-то две петли. Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спицы, с вами я, Тоня Февралева. Для этого чудесного узора из двух петель нам с вами нужно набрать любое количество петель, кратное двум. Много-много раз, по два набираем. После того, как петли набрали, лучше один ряд провязать установочный, чтобы было легче вязать узор. Либо, может быть, у вас резинка, и тогда после резинки сразу начинать узор. Ну, вот у меня резинки нет, и я поэтому провяжу один ряд, все петли изнаночные. Дальше я беру ниточку второго цвета, я беру контрастную белую нить, чтобы полосочки хорошо были видны. Первый ряд узора вяжем так. Кромочную петлю я провяжу, чтобы был ровный переход цвета. И далее у нас раппорт. Вводим правую спицу за вторую петлю. Просто не под протяжку, а просто за вторую петлю. И вытягиваем длинную лицевую петлю. Две петли мы провязываем вместе лицевой за задние стенки. И вот это наш раппорт. Раппорт это повторяющийся фрагмент узора. И мы его будем повторять до конца ряда. Снова повторяю. Ввожу спицу за вторую петлю и вытягиваю длинную лицевую. Далее провязываю две вместе лицевой за задние стенки. Обязательно досмотрите это видео. Ведь в конце я покажу вам просто шикарное применение этого узора. И точно вас вдохновлю. Последний раз повторяю раппорт. И у меня осталась кромочная петля. Я ее провяжу изнаночной. Поворачиваем наше вязание. Второй ряд мы вяжем также вот этим цветом, которым и первый вязали. Итак, второй ряд. Кромочную я переснимаю. Далее одна петля лицевая. Она вне раппорта. А дальше уже у нас идет раппорт. Правую спицу я ввожу за первую петлю. То есть между первой и второй ввожу спицу. И вытягиваю длинную лицевую. Далее провязываю две вместе лицевой за задние стенки. Снова повторяю этот раппорт. Ввожу правую спицу между первой и второй петлей. Вытягиваю длинную лицевую петлю. Две вместе лицевой за задние стенки. Итак, мы с вами будем повторять вот этот раппорт. Пока у нас на левой спице не останется две петли. Я дошла до конца. В конце у меня две петли остается. Предпоследнюю провязываем лицевой. А последнюю кромочную мы ее провязываем изнаночной. Дальше я меняю цвет нити. И снова вяжу первый ряд узора. Первую кромочную петлю провязываю, чтобы переход был более ровным. А дальше раппорт. Ввожу спицу за вторую петлю и вытягиваю длинную лицевую. Две вместе лицевой за задние стенки. И так повторяю этот раппорт до конца ряда. До последней кромочной петли. Кромочную провязываю изнаночной. И повторяю снова второй ряд узора. Кромочную переснимаю. Дальше одна петля лицевая. И затем раппорт. Между первой и второй петлей ввожу спицу и вытягиваю длинную лицевую. Две вместе лицевой за задние стенки. И повторяю этот раппорт до конца ряда. Снова повторяю раппорт. Вытянула между первой и второй петлей длинную петлю. Две вместе лицевой. Вытянула. Две вместе лицевой. В конце у нас остается снова две петли. И предпоследнюю мы провязываем лицевой, а последняя кромочная мы ее изнаночно провязываем. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Так чередуйте, вяжите на нужную вам высоту. И получится вот такой вот красивый необычный узор. У него такая есть своеобразная ажурность, то есть у него такие дырочки мелкие есть. Вот так изнанка смотрится. На мой взгляд тоже очень красиво и необычно. Такое даже можно как самостоятельный узор использовать. И вот оно, обещанное, другое, шикарное применение этого узора. Посмотрите, какая красота. Мне даже так больше нравится, чем основной узор. Что я тут сделала? Я провязала первый-второй ряд белым цветом, дальше 6 рядов лицевой глади этим же цветом. Потом снова синим первый-второй ряд, 6 рядов лицевой глади. И так, конечно, лицевую гладь можно сделать короче, шире. Это уже на ваше усмотрение. Но просто посмотрите, какая будет шикарная тельняшка. Это будет просто класс. Посмотрите, какие переходы рельефные. Просто супер, как, я не знаю, морской такой прибой. Красиво очень, как будто волны друг на друга, полоски вот эти забегают. Также можно просто провязать, посмотрите, какой красивый переход от резинки к лицевой глади. Например, если вы вяжете манжеты у варежек, у носков, даже у шапки, просто провяжите два ряда этим узором и дальше вяжите лицевую гладью. Посмотрите, как красиво. Какие вот тут красивые ажурные волны. Ну, просто красота. Узор вот прям потрясающий. Мне очень нравится. Надеюсь, вам понравился этот простой узор. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. С вами была Тоня Февралева. Всех целую и обнимаю. Всего вам самого хорошего весеннего вам настроения. Всем пока!